Пускай. Поехали. Каннский кинофестиваль, организм довольно сложный. Разобраться в нем с первого раза очень непросто. Терри Фремо когда-то мне рассказывал, что его первый Каннский кинофестиваль случился в 79 году. Он в тот год не посмотрел ни одного фильма, потому что сказал мне, я так и не смог понять, как сюда проходить, что делать. Вот проспал, говорит, в своей машине, приехав из Леона, и вот пропустил и апокалипсис, и жестяной барабан. Вы помните свой первый Каннский кинофестиваль, и как вы адаптировались ко всему здесь происходящему? Я помню, кстати. Это было, наверное, не сходный с опытом Терри, такой как бы мой личный опыт, но другой. Я не приехал на машине, во-первых, а я прилетел, я помню, и мы жили в огромном таком люксе, человек на 8. Причем это был какой-нибудь 89-й год, и мы разделили расходы. Эрнст тогда снимал передачу Матадор, был очень модным телевизионным журналистом, у него были операторы, у него были, так сказать, соавторы, и вот они снимали большую комнату на улице, за такой маленькой улечке, за отелем Мирамар, ну, то есть не доходя Мартинеза. И я вот с ними жил, там был наш еще будущий, мы с Эрнстом потом издавали журнал Матадор, будущий наш издатель Гена Юзефавич, из тогда большой любитель кино, такой синефил, и еще несколько известных журналистов. В общем, мы там снимали и пытались выстаивать в очередях билетики, вот как сейчас стоят эти толпы людей, с надписью «Дайте билетик на тот или иной просмотр». Вот так и мы делали. Это какой год был, простите? 89-й. Что вам запомнилось? Это же тогда «Секс, ложь и видео»? Да, да, но я тогда не посмотрел «Секс, ложь и видео», и проходить было трудно еще, и не забывайте, что были сложности, ну, не такие гигантские, но все равно язык был несопоставим, надо было как бы и общаться, и понимать, и читать. Ну вот, выставила, я помню, как я билет-то получил как-то первый раз, но меня в зал не пустили, потому что я был без бабочки. И меня спустили вниз, и у украинской лестницы, а еще в те времена стояли гвардейцы вдоль, так сказать, лестницы, по двум сторонам, и ты поднимался не просто по красной дорожке, как сейчас красиво одетые люди идут, нет, ты поднимался среди, между двумя шеренгами таких роскошных, одинаково высокого роста гвардейцев. И вот меня спустили между этими гвардейцами, я прошел обратно, и прямо выйдя, вот не заходя далеко, под, значит, лестницей, свернув налево, я обнаружил такого черного парня, как это, афро-француза, который, у которого было ведро, и в ведре он держал, у него были, вот для таких, как я, значит, неофитов, у него были, значит, бумажные, в прямом смысле слова, бумажные, сделанные из бумаги бабочки, и эти бабочки, значит, стоила, я помню, одна бабочка я купил за 10 франков, то есть переводя на нынешний язык, это что, 6 франков доллар, вот, что-то, или 3 франка доллара, ну, вот за такие деньги, я купил бабочку, и у меня уже пустили обратно. Кино, я вам скажу честно, я и не запомнил, какое мы тогда смотрели, вот как-то оно не сформулировалось, не сфокусировалось у меня в голове, остались только впечатления от того, как мы пробивались, как общались, как ночевали, как хихикали, как чего-то смеялись там, но точно не кино, вот я уже потом уже, когда там, следующий раз и прочее, я уже помню какие-то замечательные картины, где их смотрел, как, где стояли в очередях, сколько. А самый запоминающийся ваш персональный Каннский кинофестиваль? Вы знаете, я думаю, ну, понятное дело, что когда уже за плечами несколько фестивалей, где ты участвовал, в конкурсе, в официальной селекции, в особом взгляде, но я думаю, что самым важным для меня был все-таки тот, когда мы приехали с Ильей Еленой, потому что Елену я очень любил, мне казалось, это замечательной картиной, и ее отобрали почему-то, до сих пор, кстати, непонятно, почему к этому даже сегодня. Вот здесь мы на этом месте с вами разговариваем. Я тут сидел, там, час назад, до какого-то там разговора, подошел крупный очень журналист, и сказал в отношении Дылды, что, говорит, это та же история, что с Ильей Еленой, когда никто не понимает, почему же фильм все-таки не в конкурсе. Потому что, ну, ладно, Дылда все-таки 27-летнего режиссера, которого есть много времени. А Звягинцева фильм тогда был третий, после победы в Венеции, после приза за изгнание в Каннах. И почему замечательную картину не взяли все-таки, было непонятно. Но мы приехали, я помню, с ним, и несмотря на то, что я был очень расстроен, я принял тогда решение, у нас был выбор между конкурсом венецианского фестиваля и позиции в особом взгляде. И я принял решение «Особый взгляд». И не жалеем, на самом деле. Тогда мы смотрели много картин, и произошел такой, как бы, очень смешной случай, когда, не случай, в общем, нас поставили для того, чтобы уважить все-таки картину. Она, понятно было даже, будучи отобранной в «Особый взгляд», она выделялась. Ее поставили, так называемый, для нее создали такой неожиданной, значит, позицию, фильм «Закрытие особого взгляда». И нам вручили приз до того, как фильм показали. Знаете, там сначала было закрытие, нам вручили приз, а потом показывали премьеру фильма. И это в этом смысле какая-то уникальная была история. А вот еще уникальная история в том, что у ваших трех каннских картин такое пересечение тем. Пропадает ребенок. Метафорически, или уходит, что называется, в «Дылде» нынешней картине, точно так же, как и в «Елене». мать, повинуясь своим материнским инстинктам, готова идти очень далеко для того, чтобы защитить своего ребенка, готова даже убивать, как в «Елене». Это случайность? Ну, мне кажется, я вообще склонен, честно говоря, к историям, исследующим институт семьи. Я думаю, что во времена, когда исчезло доверие к общественным моделям и к политическим структурам, которые на протяжении долгих столетий вызывали к себе какое-то особое отношение, а вот оно, мне кажется, на данном этапе полностью исчезло, это доверие. И мало кто разделяет веру в то, что существует некая общественная такая модель, эффективная и разумно способная решить проблемы человека и общества. И в этих обстоятельствах семья становится много более важным институтом. Поэтому я ничем не интересуюсь до такой степени, как кризисом семьи. И мы исследуем его с разными режиссерами и в разных историях. Ну, а поскольку семья, как известно, что понятно, небольшое количество людей составляет этот вот институт, входит, ну, не просто там мама, папа и дети, а там могут быть и старшие поколения, и младшие, ну, неважно, семья в широком смысле, то и перечень гипотетических моделей отношений в семье или кризисов, он конечен. Другое дело, что в каждой конкретной истории у конкретного режиссера этот кризис, там, допустим, с ребенком, исчезновением его в прямом смысле или метафорическом, они разворачиваются по-своему. Но это не случайно. Я и сейчас как бы искал и ищу истории, связанные с семьей. Конечно. А месседж, который читается в картине Дилда, это то, что когда у женщины отбирают все, война ли или другие обстоятельства, она цепляется за последнее, что есть, и самое главное, за жизнь, за возможность давать жизнь. Вы разделяете эту позицию? Я думаю, что возможность давать жизнь в Дилде это возможность, в принципе, жить. Потому что, когда и в этом такое внутреннее чувство Кантемира, открывшего для себя, прочитав Светлану Алексеевич, открывшего для себя вот эту внутреннюю метафору, что война лишает не просто жизни конкретных людей, но даже выживших способности жизни продолжать. И речь идет не просто о посттравматическом синдроме, о котором сделано немалое количество фильмов, прежде всего, в Соединенных Штатах. У нас не так, чтобы очень много было и в советские времена, и в постсоветские. Нет, речь идет о физиологической способности продолжать. Собственно говоря, то, что в свое время породило дылду, это был фрагмент небольшой из «Войны не женское лицо» Светланы Алексеевич, где говорилось о женщине, воевавшей всю войну или несколько лет там на зенитке, стрелявшей, и сидевшей в раме, там же там сидишь в раме и разворачиваешься, стреляешь. И из-за этих выстрелов, из-за отдачи колоссальной, так сказать, потерявшей способность сражать, потому что кости-то забедренного сустава сдвинулись, и она не могла ни забеременеть, ни дать возможность родиться ребенку. И вот эта метафора, что ли, прочитана, хотя она как бы написана не метафора, а вполне документальное обстоятельство, в голове Кандемира превратилась в метафору. И в этом смысле, мне кажется, очень важной, потому что возвращающиеся с войны девочки, абсолютные девчонки, на самом деле, потому что явно они пошли, были призваны после школы. И провоевавшие там, они пытаются не просто дать жизнь ребенку для того, чтобы удостовериться в том, что они живы, а просто вернуться к жизни, зацепиться за ребенка, почувствовать себя кому-то нужным, почувствовать себя вновь живым. Это принципиальная метафора. И мне кажется, она очень глубокая, несмотря на то, что звучит достаточно просто, когда ее излагаешь. Потому что ничто так не убивает человека, как военный опыт. И в этом смысле это глубокогуманистическая картина, которая не обманывает себя никоим образом возможностью справедливой, честной, героической, какой угодно благородной войны. Нет благородных войн, нет ничего хорошего в войне, кроме трусости, грязи, какой-то такой некрасивой смерти, предательства, болезней и всего того, что делает невыносимым вообще мысль о войне. И вот в этом, мне кажется, и есть страстное желание героинь Дилды, которых ничего не говорит о своем прошлом, все-таки страстное желание зажить жизнью других людей, вылечиться, зацепившись за ребенка, вдруг стать снова здоровым. А вам не кажется, что на фоне вот этого сюжета все вот эти феминистские активности, как ему вели в прошлом году, когда Аси Арджента прям со сцены стала орать в зал, или сегодняшняя травля организаторов Каннского фестиваля с требованием не вручать Делону приз, потому что он феминист, все-таки кажется, какого-то мышиный возник. Наоборот, расист, сексист и шовинист. Да. Это какая-то борьба лягушек и мышей. Женщины, занятые чем-то не тем, чем... Мне трудно сказать категорично, потому что я часто все-таки много очень времени провожу в Америке, разговариваю, и вот сидит мой коллега, который может по этому поводу многое сказать с точки зрения защиты прав женщин. Ну, мир был устроен несправедливо, если честно, долгое время, и женщины не имели права на собственное высказывание. Сегодня они борются первое за то, чтобы история рассказывалась с женской точки зрения. И существует огромное количество фильмов, которые этим заняты. Вот, например, там, Гамлет, это история рассказана с точки зрения Офелии. Или мы сейчас, у нас есть некий проект такой американский, который мы еще не анонсировали, поэтому говорить не буду, но это очень знаменитая история, рассказанная с точки зрения жертв женщин, а не мужчин, насильников. То есть, иными словами, мир был несправедлив. Сегодня как бы каким-то образом эта справедливость восстанавливается. Хотите, назовите это гендерной революцией. Как всегда, во времена революции происходит много несправедливо, страдают невинные. Это всегда так. Будет великая социализация, как она там называется, октябрьская социалистическая, или французская буржуазная, или буржуазная же английская. Это всегда много несправедливо. Страдают невиновные, невинные, никоим образом не подозревавшие. Поэтому, наверняка, и сейчас есть люди, которых никак не обвинишь в каком-то особо, так сказать, подлом отношении к женщинам, но пострадавшие в силу, так сказать, своей репутации. Поэтому, как и всегда, в подобных ситуациях, и в такие годы, есть кликуши, использующие момент для сведения счетов и, так сказать, для собственной реализации. Но это не отменяет справедливости процесса, как такового. То есть, иными словами, мне нравится ответ Кантемира на этот вопрос, когда он говорит, что Их Сакуров всегда учил тому, чтобы, когда они делали фильм, оставаться гендерно-нейтральными, не быть ни мужчиной, ни женщиной, а четко слышать своих персонажей. Вот это, мне кажется, самым главным. Тогда не будет вопросов на тему справедливо или несправедливо наказали того или другого, и до какой степени тонко или точно передан конкретный драматургический конфликт в той или иной истории. Я сторонник того, чтобы истории, как бы, вот эти конфликты разворачивались на экране, а не в жизни. Но, вероятно, таков момент, он так вот сегодня, так сказать, сложился, и жертв не избежать. А мне кажется, что лучше всего женщина может почувствовать мужчина, равно как и только женщина может так почувствовать мужчину, как ни один мужчина его почувствовать не сможет. У Кантемира это в тесноте какое-то такое, ну, особое отношение трепетное, почти святое, к женщине и здесь. Или смотришь, как Хёрд Локер, то понимаешь, что Кэтрин Бигелова проникла как-то очень глубоко в мужскую суть и раскрыла ее. Да, спасибо. Это правда. И да, и нет, вернее. Потому что, ну, мы же говорим о талантливых людях. Кэтрин Бигелова удивительно одаренный режиссер и, наверное, самый большой ну, так, мужской психологии, сделавшая несколько абсолютно культовых картин мужчинок, чего стоит Point Break, известный нам как «На гремни волны» или обожаемый в России К-19 или многими ценимые и Heart Locker и Zero Dark Thirty. Вот. Все это понятно. Это очень мужские, как мы считаем, фильмы. Но она, ей интересно рассматривать истории с мужской перспективой. Точно так же Кантемир, я не думаю, что он намеренно выбирает для себя истории с героинями и женщинами. Он просто включает свой внутренний барометр, который реагирует на психологию своих героев. И он в эту секунду оказывается точным. Зависит от таланта, если честно. Я не думаю, что здесь можно сделать вывод на тему такую общую. Да, мужчины лучше делают фильм про женщин, а женщины лучше про мужчин. Не думаю. Очень много качественного такого глубокого кинематографа, который женщины делают о себе. Я думаю, никто не отменял внутреннюю такую персональную ответственность за высказывание. Я хотел бы еще коснуться вашего чернобыльского опыта в той связи, что сейчас вот дикий хайп, сериал HBO про Чернобыль. Вы его смотрели? Как это вас откликается? Я смотрел две серии. Мне они понравились, потому что он же выходит как сериал HBO раз в неделю. И я смотрю, соответственно, в момент выхода. И жду с интересом продолжения. Это откликается. Это, конечно, очень бескомпромиссный и очень страшный взгляд на вещи. Наверное, очень аутентичный, справедливый. Я не видел ничего своими глазами из того, что происходит в первой серии и второй. Потому что это первые часы после аварии дикие, страшные. Ты веришь этому. Чем хорош сериал, что он вызывает у тебя доверие своей аутентичностью, этой бессмысленностью руководства поведения, их страстным желанием верить и убедить свое партийное руководство страны и, я имею в виду, и республики, и страны в том, что ничего особо страшного не случилось, что все починят завтра, что все это под контролем. И, соответственно, вот эти люди, которые оказываются абсолютно, так сказать, невинными в том смысле, что не принимающими решения самостоятельного о собственном, так сказать, героизме жертвами. А вот, с другой стороны, все равно это история подвига, и все равно это история тех людей, которые спасают от распространения практически всю Европу. В этом смысле это сильная история, она и героическая, и неглупая. И она, конечно, о государственной лжи, что важно, иначе это не получился бы в фильме никогда, сериала. Здесь не получается. Но надо смотреть. В любом случае, во мне откликается, я бы сказал, эта история такой бескомпромиссным драматизмом, вот, и такой аутентичностью. Ты веришь тому, что на экране, даже если это не похоже на твой собственный опыт. то есть, я представляю себе собрание, например, этих руководства станции с партийными работниками иначе. Я представляю себе иначе их разговор, иначе риторику, иначе выглядели люди. Я помню, как они выглядели. Но при этом я в рамках этого сериала допускаю и верю, что это происходит совершенно справедливо, что это происходит убедительно и аутентично. Не знаю, мы сами сейчас пытаемся сделать фильм, и, честно говоря, я не знаю, как он получится. Конечно, у нас собственный взгляд на вещи. Чернобыль, да? Да, да, да.